Приветствую вас! Смотрите, какая получается ситуация. Вы расстаете с девушкой со своей из-за чего-то. То есть, ну наверное были какие-то причины вследствие чего вы расстались. С ней. Наверное наверное эти причины были для девушки довольно сильно важны. И я так полагаю, потому что иначе бы она с вами ну скорее всего бы не рассталась. Значит значит вы расстались из-за проблем. Возникает сразу вопрос а какие проблемы это были между вами что не нравилось девушке конкретно при допустим ну взаимодействии с вами. Её же ведь что-то не устраивало. Да? Вот. Это первый вопрос. Второй вопрос. насколько для вас это важно. Что девочке, например что-то не нравилось что её что-то не устраивало что ей было тяжело и так далее, так далее, так далее. Дальше. Насколько вы уважали или уважаете её выбор? Я имею ввиду девушки. Выбор девушки. Своей. Насколько вы уважаете её выбор? Потому что ну вот она, она решила ну в том числе, да, не только вы, но в том числе она решила что вам, ну больше быть вместе не нужно. Получается получается что вы не уважаете её решения. А если вы не уважаете её решения то может быть вы её не принимаете до конца? Вот. Ну раз вы тяжело так переживаете. Знаете какая ситуация получается? Это важно? то о чём я говорю. Да. Это всё ваши мысли, это ваши отношения, это то, как вы её видите. Это то, как вы её воспринимаете. ну по сути дел. Понимаете? Вот. А всё это важно. Всё это очень важно. Дальше. Подумайте, о чём конкретно вы думаете. о плохом. То есть, что конкретно вам приходит в голову? Что вы грубо говоря стали о себе думать после нажать. Ну того, как расстались девочкам. Ведь что-то же вы стали думать. Что-то же. Что-то вы думаете думаете о себе. Теперь. Вот и надо подумать, что именно. Дальше. Что вы потеряли с уходом девочки? Для себя. Конкретно. Ведь наверняка что-то вы потеряли. А меня интересует меня интересует что именно потеряли вы. А именно вот с уходом её от вас. чего вы лишились с уходом с её уходом от вас. Это также очень важный аспект. Потому что если вам чего-то не хватает. Вы восполняли это через девушку. То налицо все признаки созависимости. Вот. Чем в принципе и объясняет ваша такая тяжёлая степень переживания разрыва. Вот. Ну, а наконец я предлагаю вам подумать о том, чего вы для твоей девочки хотите просто. То есть, что вы для неё желаете. Вот. И желаете ли вы понимаете, это тоже очень важный момент, если мы хотим понять, что с вами происходит. если вы девочку любите, вот прям действительно любите, то ещё раз повторю, её выбор, как его ни был, вам нужно принять. Потому что ну она вправе делать то, что в общем считает ну так или иначе. И если вы не можете принять её выбор, это означает, что скорее всего любви у вас нет. А это в свою очередь означает у вас остались только потребности. То есть у вас в ней потребность нужда. что что-то что-то вы компенсируете через неё ну с её помощью. И конечно конечно же что именно нужно выяснять. Потому что без этого ну нельзя будет вам помочь. вот наконец последнее что я хотел бы у вас спросить вам сказать это то что касается помощь. какой какой конкретно помощи вы от нас хотите. то есть какая помощь вам нужна и помощь в чём забыть если пережить если это одно если вернуть девочку например это другое но так или иначе вам нужно определиться с тем какой конкретно помощь помощи вы от нас хотите потому что без вашего запроса без вашего вопроса нельзя тебя будет опять же вам помочь потому что непонятно чего вы хотите это не отменяет конечно тех вещей которые я вам сказал да это это не отменяет всего того что я вам дал никак ни в коем случае не отменяет вот но тем не менее определенные какие-то коррективы внести в принципе вы можете может быть у вас конфликт произошел и все еще можно вернуть все еще можно исправить но опять же опять же опять же это работа вот поэтому вы сейчас успокойтесь подумайте подумайте что вам нужно вот и начинайте в этом направлении работать вот и начинайте в этом направлении ну от того что вы выберете от того что вы хотите будет зависеть ваш дальнейший результат на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы вы можете задать мне их в личку я буду рад вам помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если вы сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи